всем привет с вами оксана в этом видео я выполню акриловую коррекцию ногтей покажу как аккуратно и быстро снять пирсинг как избавиться от небольшой трещины а также как сделать градиент втиркой еще вы просили показать как я набираю акрил на кисть и запиливаю готовые ногти все это будет так что подписывайтесь на мой канал и давайте смотреть этим ноготкам почти месяц они были нарощены акрилом и перекрыты черным гель-лаком при осмотре ручек уже видно трещина на указательном пальчики рассмотреть получше сможем только после снятия покрытия на мизинце был сделан пирсинг который прекрасно относился и как уточнила моя модель он ей совсем не мешал наращивали ногти прозрачным акрилом и если перевернуть ручку то изнутри чуть виднеется натуральный ноготок а в они как и сверху черные снимать гель-лак буду керамической фрезой кукуруза с красной насечкой на самых высоких оборотах аппарата чтобы снять пирсинг я взяла ножницы которыми подрезаю формы для наращивания ногтей в сложенном виде продеваю в пирсинг и придерживая кольцо раскрываю ножницы через получившиеся отверстия снимаю кольцо на ноготке осталась дырочка которую я закрою тем же прозрачным акрилом за время носки пострадал только указательный ноготок на нем я и покажу выкладку отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой далее пилкой tropical shine 100 180 грит прохожу по границу натурального ноготка и искусственного материала там у меня осталась тонкая полоска черного гель-лака которую я оставила специально пилкой она убирается очень оперативно да и пройтись пилкой по натуральному ноготку тоже необходимо теперь я вижу трещину во всей красе чуть выше ее есть небольшая отслойка материала скорее всего был какой-то удар именно этой боковой стороной но это лишь предположение теперь моя задача убрать эту отслойку и двигаться буду сверху прям до нашей трещины благо через прозрачный материал все прекрасно видно длину оставляем только подправляю боковые стенки и форму алмазной фрезой пламя с красной насечкой на 12 тысячах оборотов я прохожу вдоль кутикулы и боковых валиков подчищая их от птеригия удалять кутикулу на данном этапе я не буду сделаю это после запила нового материала таким образом я подготовила ногтик выкладки обезжириваю их дезинфектором и дегидратором скраб фреш от си индии на нашу бескислотный праймер fix it от бренда lechat он обеспечивает прочное сцепление ноготка с искусственным материалом и предотвращает образование воздушных кармашков акрил буду использовать также прозрачный пур пин шер от си индии к нему в пару беру liquid retention плюс от си индии он уже налит у меня в металлический стаканчик выкладывать буду акриловой кистью номер восемь от си индии окунаю в стакан кончик кисти пропитываю его ликвидом несколько секунд немного отжимая о бортики чтобы ликвид не капал с кисточки и опускаю кончик в акриловый порошок держу пару секунд и вынимаю кисть вот у меня набрался шарик выкладываю его чуть ниже кутикулы и легкими движениями кисти я его распределяю помню что там где была трещина у меня старого материала меньше поэтому сейчас я оставляю там материала чуть больше попеременно работаю и с правой и с левой стороной не даю материалу подсохнуть пока я его не разложила чтобы не было явной ступеньки этого шарика всей плоскостью кисти прижимаю его и немного стягиваю к свободному краю приподнимаю большим пальцем второй руки кутикулу и кончиком кисти прижимаю там акрил первый шар подстыл теперь достраиваю архитектуру на свободном крае повторяю то же самое на остальных ноготках и и чтобы показать как я выполняю запил я буду закрашивать области простым карандашом сперва я буду проходить вдоль кутикулы и боковых валиков отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой делаю захват пальца и сильно развернув палец убираю ступеньку искусственного материала по мере исчезновения карандаша вы видите как идет пилка таким образом граница готова разворачиваю палец и смотрю на него сбоку на месте ли у меня стрессовая зона вижу что на месте теперь я запиливаю боковые стенки и придаю ноготку форму теперь я закрашиваю боковые стороны так как сейчас начну их приподнимать стрессовая зона готова поэтому середину ноготка я трогать не буду опять сильно разворачиваю палец на бок и держа пилку перпендикулярно ноготку начинаем запиливать боковые пилка всегда идет от кутикулы до свободного края оставляя за собой ровную полосу от карандаша а значит и ровную поверхность таким образом я почти дохожу до середины и карандашного рисунка нигде не остается теперь сильно разворачиваю палец в другую сторону большим пальцем второй руки отодвигаю валик и поднимаю вторую стенку если у вас есть проблемы с ровным запилом ногтей обязательно закрашивайте их карандашом прям на клиенте не стоит бояться лишних вопросов наоборот это вызовет к вам большее доверие как к мастеру расскажите что это вы делаете для более качественного запила и для идеальной поверхности ноготка только так вы сможете понять и увидеть в каких местах перепиливаете а в каких наоборот не дорабатываете после сбора материала я еще раз рассматриваю ноготок сбоку и если где-то я вижу неровность карандашом рисую по этому месту здесь могли остаться ребра отпилки и легкими движениями от свободного края я их убираю все ноготок идеально ровный что с одной стороны что с другой далее вставляю в аппарат тонкую керамическую фрезу и убираю изнутри ступеньку от прошлого наращивания а также возможную толщину после коррекции большим пальцем второй руки сильно отодвигаю подушечку пальца чтобы во первых ее не задеть а во-вторых почистить все хорошо мягким бафом зашлифовываю поверхность алмазной фрезой пламя с красной насечкой вновь прохожу вдоль кутикулы и боковых валиков подчищая их от возможных остатков акрила и пыли срезаю твизерами кутикулу обезжириваю ногти дегидратором и дезинфектором скраффреш от cnd под втирку сделаю темную подложку из фиолетового cnd шелак rock royalty наносить его буду в два слоя просушивая каждый по минуте в лед лампе под втирку нанесу топ безлипкого слоя от лавли пигмент беру двух цветов light purple от тиара nails и sapphire hope от cnd наношу топ без липкого слоя и отправляю в лед лампу на 15 секунд набираю на аппликатор синий пигмент втираю его от кутикулы до середины ноготка на тот же аппликатор набираю второй пигмент и закрашиваю от середины до свободного края чтобы втирка не скалывалась прохожу по свободному краю мягким бафом кистью убираю остатки втирки с ногтей и под ногтями закреплять ее буду топом экспресс-файв от cnd шелак наношу на весь ноготок и запечатываю торец время сушки топа в лед лампе 60 секунд снимаю остаточную липкость ногтей мягким обезжиривателем коррекция с блестящим градиентом завершена очень необычно и интересно выглядят ноготки ставьте лайк если согласны со мной сохраняйте это видео себе и делитесь им с коллегами нажав кнопку поделиться жду ваших комментариев и предложений подписывайтесь на мой канал если еще этого не сделали а на этом я с вами прощаюсь до встречи в новых видео пока пока